всем привет здесь все это пойдет дело привет привет я решила сегодня поговорить с вами об английских традициях что это такое почему англичане и ими славится и мне интересно пока вы присоединяетесь привет привет ты первая какие английские традиции вы знаете о чем вы слышали и может быть что вас поражает в англичанах я переехала в англию 13 14 лет назад 2009 год в 14 страшно сказать привет риш и конечно же меня абсолютно мое понимание и привет 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 мое понимание и видение англии было совсем другим хотя я учил спецшколе учил все эти топики лондон is a great is a great city и все остальное capital of a great britain и я абсолютно ничего об этой стране не знала не знала об этих традициях об этих людях об их причудах может быть и все это меня жутко начало сначала меня сильно это потрясло потом я привыкла и теперь мне кажется я даже немножечко об англичане вас привет 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 девчонки присоединяйтесь напишите мне пожалуйста какие английские традиции вы знаете что вы о них слышали как вы их представляете или чтобы они думаете мне очень интересно потому что я хочу сегодня с вами его целый лист минут за 15 до эфира села и стала вспоминать что меня поразило прям по порядку когда я сюда переехала в этой англии потому что они совсем другие и по менталитету и по структуре и юмору и по всему по всему и меня это сначала так немножечко ошарашила и не знала как на это реагировать и конечно со временем я привыкла и теперь мне кажется это вообще нормально но наверное мы ко всему привыкаем и наверное мы видим эти традиции изнутри культуры когда начинаем в них жить пока вы собираетесь расскажу вам первую традицию которая меня убила я вообще никогда с ней до сих пор не смогла свыкнуть а теперь вот этот год первый год я поняла что я абсолютно действую как англичанка стопроцентно хотя это это грустно признавать это это их отношение к воде и к теплу чопорный юмор английские фильмы не всегда понятно классно классный комментарий я к юмору вернулась юмор меня тоже реально реально просто убил он на грани фолса но давайте по порядку и так отношение к воде и к теплу к отоплению я помню что когда я переехала первый год в англию и помню разговоры мамы в школе где-то в ноябре месяце они обсуждают что я еще не включила отопление а вы знаете нет еще рано еще ничего я такая думаю блин я уже с августа дом топлю как они могут жить в этом холоде так вот англичане и их отношение к холоду они живут в очень холодных домах во первых конечно же счета за отопление особенно в этом году с войной и со всем что происходит с ценами на газ в мире это все поднялось в четыре раза приблизительно и это еще больше задушило я топила никогда не думала об этом включала отопление и оно было как мне тепло так и хорошо даже я в этом году не смогла позволить себе жить комфортно зимой постоянно мерзла и те кто следят за мной в блоге может быть это постоянно слышали как мне холодно как у меня мерзнут руки и все остальное но точно такое же у англичан отношение к воде и это не жадность это в случае воды это знаете как мы спасаем черепашку вот вы чистите зубы вы когда-нибудь выключаете воду в кране вот у вас вошли в ванну включили кран намочили щетку намазали пасту выключать выключаете ли вы а кран после того как вы намочили щетку и начинаете чистить зубы вот на эти минуты две вы выключаете воду может прислать вам термобелье у меня есть вот я даже в нем сижу видишь потому что у нас сегодня реально холодно есть у нас все даже есть такое понятие здесь эти электро одеяло и электро все остальное так в германии также выключают воду напиши мне лесечка чтобы мне просто было полегче жить после этого что не одни англичане выключают кран к этому я тоже привыкла но один раз меня это убило я вам расскажу также они относятся к мытью посуды у них такая пробка они затыкали ее в раковине чтобы помыть в мыльной воде посуду вытащить и поставить ее на сушку как же сполоснуть вот это вот наше использование воды ах пусть течет нифига более того полив садов у нас бывает вводят банк когда нельзя использовать полив садов и летают дроны и смотрят и если ты поливаешь сад они тебя за это накажут ты всегда выключишь я тоже теперь всегда выключая лезь никогда не оставляя воду течь как мои дети говорили мамочка мы спасаем черепашку в океане и вот все вот это пластик не кидается никуда и вот это все отношение к мусору безумное вот это вот ресайклинг постоянный разделение мусора на разные штуки а благо есть посудомойки согласна только ей я и пользуюсь вот она конечно запищала вот там у меня значит домыла посуду а как же растить цветы во дворе смотри здесь довольно много дождей и они их поливают сами по себе летом мы включаем полив но только вечером и только на определенное время этот банк действует только на определенное время например нету месяц дождей и резервуары опустошать можно острове и они пишут резервуары уровень на нуле ну типа там близкие к критическому поэтому мы входим а в режим экономии пресной воды и поэтому просим никого не поливать сады и и тогда их поливать нельзя но на самом деле это было здесь вот за те 14 лет что я живу здесь один или два раза то есть это редко случается что нельзя поливать цветы обычно лей но за воду мы платим вода платная поэтому а с дождевой водой никак можно ставить свой резервуар где будет накапливаться дождевая вода и с него плевать но честно говоря здесь этого не требуется здесь достаточно дождей чтобы она поливала само собой я очень редко поливаю сад ну реально может быть сразу четыре в год не так часто германию каждом доме есть цистерны правильно вода с крыш собираешься дождевая здесь тоже многие делают свои цистерны с дождевой водой а по-русски вы говорите без намека на английское мышление блин а мне иногда кажется что я уже говорю как не то ломаным русским я сама себя на этом ловлю я родилась и выросла в москве и до тридцати трех лет жила постоянно в москве и сейчас я уже слышу какие-то странные нотки в своем русском которые меня раздражают но детей стараюсь чтобы говорили по-русски без такого сильного акцента говорят хорошо поехали дальше да я рожденный в ссср предприучен не тратить для ресурса земли а вот посуду ополаскиваю как положено правильно я вот ларочка с тобой ополаскивать обязательно нельзя же в мыли ставить прямо вот на сушку я не помню чтобы нас сильно приучали к экономии в ссср я ребенок тоже ссср но правда рано в этом немного проживший я не помню такой экономии в своей семье вообще не помню чтобы кто-то там делал ресайклинг мусора или не выключал воду поливали все до бесконечности вода дешевая электричество дешевое все дешевое трать не хочу но может быть это как бы мои такие штуки но вполне возможно кто-то из вас сталкивался с этим не вот интересно поделитесь и так выключаем воду пока чистим зубы это нормально и дети мои все честно выключаю слышали вы ли вы про английские краны это вот как раз два крана один холодный другой горячей воды это жутко неудобно но это традиция и если вы попадете в традиционный английский клуб или в такой какой-то мега традиционное английское место то там будет обязательно два крана один горячий один холодный мыть невозможно руки то есть или в холодную или в кипяток что делается всегда затыкается раковина набирается вода и моется вот в этом в этой воде мне кажется это не очень гигиенично во всяком случае в моем доме и конечно же в современных домах это не устанавливается уже таких традиций нет но все как говорится можно встретить эту фигню мы кулёночки только собирали точно мы не выбрасывали полиэтиленовые пакеты я тоже вот это помню точно ли мы не выбрасывали полиэтилен это был наш вклад в экологию здесь не только не выбрасывают полиэтилен и его перерабатывают но и не уходят с ним в магазин то есть если вы идете в магазин за покупками у вас должны быть многоразовые сумки когда я приехала так еще не было были бесплатные пакеты в магазинах наверное вот в девятом десятом году потом потихонечку стали заменять и приучать людей приносить эти сумки 2 3 5 раз и даже если вы хотите поменять вы можете их поменять они у вас уже истрепались не можете их поменять как бы ресайклинг но не покупать полиэтилен плюс полиэтилен стал саморазлагающийся который реально распадается на пыль я не помню как-то показывал вам stories но очень давно что я купил какие-то рамки не помню они мне были не нужны я их упаковала в пакет и убрала в дальний ящик проходит несколько лет я залезаю в этот ящик девчонки и этот пакет у меня в руках я начинаю поднимать а он разваливается в труху в пыль я такого вообще не видела вот это и есть вот эти вот саморазлагающиеся пакеты поехали дальше в англии существует их стирали и сушили точно точно вот я вот это прям помню у бабушки помыть пакет высушить его и использовать второй раз но лучше чем выбрасывать в землю потому что он чуть ли не 400 лет перерабатывает с землей да давайте дальше следующее тут целый лист у меня не надо успеть small talks это разговор ни о чем это такие polite разговоры это если вы встретились на улице особенности вы живете не в городе вот я живу за за чертой центра и здесь все друг друга знают вот я когда иду с собакой ко мне человек двадцать подходят и говорят доброе утро как у вас сегодня дела как погода как ваш собак себя чувствует и все вот это вот small talks это разговоры ни о чем и обычно это погода собаки дети и именно в таком порядке дети на последнем месте первое конечно погода первое о чем говорит о сегодня потеплело о сегодня можно было одеть полегче куртку вы заметили стало теплее вышло солнце и вот об этом говорят все человек 20 пока я гуляю подойдут скажут вы заметили солнце и это норм они не идут опустив взгляд пол в городе кстати это не принято понятное дело что если живете вы в черте города или в центре соседи даже редко разговаривают друг с другом у них есть свои сообщества соседские они кстати любят клубы мы об этом тоже поговорим очень много клубов по интересу есть клубы по районам по домам по интересам и всему остальному и вот это прям отдельная история англича лишь бы заклубиться так вот small talks это конечно главное о манерах о том как вы говорите как это говорите и сразу видно насколько у вас позитивное мышление некоторые сразу говорят о основа дождь а некоторые это скоро же весна это последний дождь и все такое но это очень трогательно наблюдать как люди об этом любят разговаривать я не знаю мне кажется на самом деле тема погоды она актуальны в россии всегда это тоже такой small talk который всегда актуален вот это разговор ни о чем он обычно о погоде правильно следующий момент это мы начали говорить про воду давайте затронем сады англичане совершенно повернуты на своих садах не только на своих но и на общественных садах здесь очень много парков и очень много именно садов распланированных запроектированных известными художниками дизайнерами и конечно же челси сплава шоу этого традиция но просто масс каждый год это прям ивент не не менее чем не знаю речь президента понимаете настолько это важно что такое сады для англичан не только то что у вас за домом важно но что у вас перед домом на окне в окне и все остальное вот фасад дома не менее важен какая вистерия у вас растет перед домом какая магнолия у вас цветет весной и конечно же они стараются сажать сезонные растения чтобы все время одно сменяло другое сначала магнолия потом зацвела вишня или там сначала мимоза магнолия вишня в общем и все это должно сменять одно другое я за этим подтягиваюсь медленно потому что конечно садоводство оно здесь довольно дорогое в плане проектировки садов и планирования садов но сами растения мне кажется дешевле чем в россии я помню сколько я тратила на сад в москве ну в подмосковье где у меня был дом и сколько я трачу здесь и это намного намного меньше но сама проектировка сам концепт сада сами ну вот например можно делать само этот сад можно ходить там копать выдергивать сорняки но чаще всего англичане занимает садоводов не помню как по-русски gardeners садовников и садовники приходят обычно раз в две недели это нормальный хороший тон в англии иметь садовника раз в две недели он приходит стрижет вашу лужайку полит сорняки стрижет деревья ставит полив и все это прекрасно обычно это один-два человека который приходит на один-два часа вот раз в две недели у меня такие тоже есть дальше давайте поговорим о шляпах никто не представляет англию без шляпок для чего нужны шляпы шляпы нужны для официальных событий всяких королевских приемов а скота скачек куда вас приглашает там должен быть обязательно наряд шляпы еще есть третье событие куда без шляпы прийти нельзя интересно угадаете ли вы куда нельзя прийти без шляпы привет полюш куда кстати полинчик напиши английские традиции и я прикреплю эту тему к эфиру а то я забыла это попросить сразу пишите пожалуйста английские традиции и так вот угадайте куда нельзя прийти без шляпы а понятное дело скачки это вообще все вокруг шляпок при том что там делают бет во-первых есть приз за лучшую шляпу на скоте есть бет когда вы ставите ставите бет на в чем в каком цвете приедет королева кстати в этом году у нас новый король который так долго ждал этого часа и наконец-то он сядет на трон и об этом мы тоже поговорим о королевских традициях я не буду сейчас сильно рассказывать именно а крыль королевских традициях и королевской семье но я просто скользь упомяну а в основном буду говорить об этом на курсе у нас будет целый модуль посвященный королевским традициям так вот есть еще одно событие куда нельзя не появиться без шляпы подумайте какое это кроме скачек поэтому у всех дам здесь есть шляпки честно даже у меня и не одна один раз я даже делала сама эту шляпу а потому что когда я получил приглашение это не серьезно не пойду я в шляпы что за дурь я не ношу эти шляпки церковь классная догадка нет в церковь можно без шляпы поскольку это католическая или англиканская церковь здесь не нужно покрывать голову похороны ой мне нравится это вообще классно нет не похороны нет на похороны можно без шляпки свадьба вот и правильно евкинг наверное ты все знаешь жень правильно это свадьба на свадьбу все женщины должны прийти в шляпах и вот это конечно засада полная и еще про свадьбу знаете в каком цвете платье не может быть на свадьбу в каком наряде нельзя прийти на свадьбу как и как гест хотел сказать как гость в шляпе обязательно и как бы ни казалось смешно эта традиция все ходят и если вы без шляпы на хотя бы такую которая на на ботке будет держаться хотя бы маленькую но шляпка должна быть в черном лист правильно в черном нельзя я тут купила платье у меня у подружки выходит замуж дочь я такая купила платье оно невероятное но за черное и говорю я купила платье но я в черном не хожу а тут оно просто невероятное не смотри ты чего ля нельзя это ну ладно все равно его оставлю но очень красивое буду искать цветное в черном нельзя на свадьбу и на свадьбу нельзя без шляпы привет привет и вот вы надели шляпу одели свое цветное платье пошли на свадьбу давайте поговорим о том как принимать приглашение там нас на всякие события дни рождения и праздники а вы обязательно должны ответить as soon as possible есть такое выражение asap это такие буквы большие asap так и говорят asap то есть как только вы получаете приглашение вы должны ответить as soon as possible потому что рассчитывается стол гостей и все остальное то есть вы тут же принимаете это приглашение или пишите polite refuse пишите спасибо большое привет мой хороший спасибо большое прийти по каким-то причинам не смогу но желаю вам всего хорошего и вообще переписка обязательно и вот вы написали привет и вот вы написали спасибо за приглашение моя честь прийти на события принимаешь приглашение обязательно буду дальше с подарками что дарить что делать вообще надо сказать что англичане безумно любят открытки так любила открытки только моя бабушка реально моя бабушка божила открытки она посылала их всем даже мне а я жила с ней непонятно зачем но она любила открытки но эти открытки были реально классные они были такие действительно классные тогда советские открытки моя бабушка была очень заядлым филателлистом и вот она посылала открытки и вот у англичан точно такая же система открытка на каждый повод если вы зайдете в любой магазин от супермаркета до любого магазина подарков это будут стеллажи я вам завтра сниму поеду стеллажи открыток начиная от днем рождения юбилейных дней рождения поздравляю папу поздравляю маму ты моя лучшая подруга жаль жаль что ты выходишь замуж и все остальное что это такое это открытки с разными изображениями но очень часто с юморными иллюстрациями такими немножко неоднозначными потому что это об английском юморе в этих открытках англичане сами не подпишут поздравления я возмущалась очень долго нафиг покупать открытку это еще там все для вас написано вы хоть сами два слова напишите как-то не креативненько это совсем покупать открытку которая уже написана но англичане очень любит пошутить поэтому внутри открытки или на самой открытки может быть написана шутка которая на грани как это по-русски издевки но очень любит над этим поржать вот как например на мой день рождения моя подружка прислала что самая лучшая диета это диета на шампанском ну в общем вот из такого вот из этой серии да то есть что немножечко намекает ой она любит там например любит шампанское вот это ее диета это не алкоголизм сарказм точно но он такой знаешь на грани издевки очень часто если люди не понимают что это юморок могут обидеться вот можно иногда обидеться я сначала как-то на это реагировала странновато думаю блин нифига себе юморок это может показаться даже обидным но потом я привыкла и поняла что люди любят поржать и над собой и над другими хотя конечно по этикете общения особенно корпоративным вот там вас стараются никто не обидеть но если вы конечно не в школе в школе дети друг на другом издеваются по страшному это я даже испытала когда мои дети пошли в школу о давайте поговорим о школах традиции школ школах здесь носите униформы обязательно в частных в государственных но униформа будет униформа это например для девочек такое платье в клеточку желтое или голубое и сверху одеты пиджак и на сих пор они носят соломенные шляпки и даже если эта школа не частная государственные дети все равно будут идти в такой форме эта форма продается в любом супермаркете и выглядят они довольно трогательно особенно когда едешь утром в 8 утра они такие маленькие идут в своих носочках даже зимой даже зимой они идут в носочках и в этих демперочках не но не носят куртку никакой на это платье и топают 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 в эту школу в этих шляпках которые блин соломенные ну нафиг холод собачий ноль градусов ребенок бедный в носках голыми ногами синюшными топает поэтому ты любишь такие шуточки я тоже люблю я к ним нормально отношусь и сама люблю поржать не то слово в обычной жизни я постоянно издеваюсь и над собой над другими но мои друзья уже к этому привыкли те кто учится на курсе тоже к этому мне кажется уже немножко привыкли к моему ямарку но поехали дальше и вот дети идут в эту школу в эту школу в этой форме по холоду в шортах мальчики ходят в шортах даже в феврале хорошо не в шлепках но идут дальше в частных школах вот вам хороший пример мои дети ходили не в государственную школу а в частном и у меня был такой курьез приходит то есть вы платите за школу и приходит сообщение ваше дело должен быть в форме ну вы думаете ну надо купить там форму там не знаю шесть рубашек там четыре пар штанов там юбка сарафан whatever да пиджак пиджак с логотипом школы самое интересное что никто не покупает эти новые пиджаки да платья и рубашки вы купите новые а вот сам блейзер английский вот этот блейзер с нашибкой школы никогда никто не покупает новые и сначала только ой мальчику нужен только новый пиджак это я из москвы приехала из патриарших прудов такая да 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 нужно только это нет все идут покупать бэушный даже самые лорды и милорды никто не покупает новую форму и вот эти пиджаки понимаете они может отчерчили вашему ребенку достался этот пиджак они все ходят в пиджаке сначала я так брезгливо думаю о боже мои дети еще должны доношить за кем-то пиджаки в общем через два года у меня пропало это ощущение и я подумала вообще это отличная идея дети так быстро растут каждый год нужен новый пиджак а он стоя безумных денег с этой нашивкой ты его нигде больше не купишь только в школе поэтому был такой общак родительский куда все сдавали эту форму и откуда все ее закупали и получался такой взаимообмен и это в дорогих частных школах это даже не каких-то там это норм для них не выказывать никакой все вот взял пиджачочек тот кто носил до вас еще много-много десятилетий а в нашей школе нет такого плохого качества один сезон и вообще в тряпочку это здесь в англии или в россии я не могу сказать что там они такие дубовые шестяные были я помню когда мама сына делала первый раз пиджак и думаю о боже какой кошмар мой ребенок выглядит жутко а знаешь потом я даже привыкла и мне казалось что в этом есть какой-то фан что он выглядит так тупо в этом ну извини я надеюсь он не будет смотреть этот эфир а вот что он выглядит так тупо в этом пиджаке действительно по-английски свой среди своих среди чужих но на самом деле моих детей это вообще не парило самый большой день рождения как вы думаете какой в жизни самый большой день рождения отмечают англичане это тоже мне было откровение реально я не знала что это так давайте напишите самый большой день рождения во сколько лет их отмечают 30 20 да на самом деле вот этот общак все родители в этих чатах вот эти клубное сообщество родителей нет ничего хуже я знаю что в наших школах тоже есть такие родительские комитеты вот здесь это очень принято и все любят я всегда старалась держаться подальше от этих комитетов и мои дети говорили мама почему ты не понимаешь никакого активного участия в жизни школы и я так тихонечко нет нет я вот подальше от всего этого и так а я вам рассказала а вот как написать письмо письмо в школу как написать какое-то такое вежливое письмо с какой-то например просьбой забрать детей из школы на день раньше у нас это как там по семейным обстоятельствам но тут надо блин обратиться правильно к директору правильно обернуть что это психическое здоровье ребенка и все такое то есть нужно реально выкрутиться так таким сложно сочиненным предложением чтобы они прям реально сказали да мы будем мы чувствуем себя священной школы если вы это сделаете это нормально вот если вы сходили на какое-то событие в школе на дне на день рождения после этого обязательно надо отправить ответ вот этого в россии вообще у меня не было опыта я с вами им поделюсь вот например вас куда-то пригласили вы сходили и через и на следующий день обязательно надо отправить имейл можно не голубями и не по почте но хотя бы имейл о том что спасибо за приглашение мне было так приятно были такие такие невероятные угощения в общем надо совершенно сразу вот вы получили приглашение сходили на следующий день это письмо должно уйти это конечно вообще но самое интересное они вам на него ответят они вам на него ответят и не просто так а скажут спасибо что пришла мы рады что вам понравилась наша еда и за ваш подарок при этом они опишут ваш подарок потому что подарков могла быть гора 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 и они напишут что нам так потому что каждый оставляет именно подарки когда они распаковывают они записывают какой подарок от кого и потом каждому отправляют благодарность за подарок какой бы он ни был благодарность будет огромная как будто это лучший подарок в их жизни и все остальное То есть они реально очень благодарны. Дальше, поехали дальше. У меня еще список, я еще даже не в начале. Про письма, про имейл я вам рассказала, про холодно и воду я вам рассказала. Так, давайте поговорим о королевской семье. А вы пока напишите мне, интересно ли вам что-то узнать об английской традиции. Может быть, вы чего-то не знали. Англичане, например, жуткие домоседы. Жуткие домоседы. Для них их дом, мой дом, моя крепость, это реально придумано англичанами. Они очень любят свой дом. И для них провести дом, дом и вечер с семьей, и хорошо у камина, с бокалом вина, это их самое любимое занятие. И не значит, что надо все время кого-то туда звать. Если они хотят встретиться с друзьями, или для этого есть клубы, для этого есть out, pub, pub, куда они идут общаться реально для того, чтобы обменяться новостями, не надо никого тащить в дом. Это никакой не квартирник. И если вас не приглашали, а вы, например, хотите сказать, окей, я что-нибудь закину тебе, ты у меня забыла свой шарф. Вот у меня был такой, как раз первый год. У меня была подруга, она забыла свой шарф. И я пишу, ты забыла свой шарф, я тебе его закину завтра в два. Я буду приезжать мимо, я тебе его закину. Правда, классно? Спасибо. Я рада, что вам интересно. На самом деле, этих историй у меня за эти 14 лет уже просто горы. Я просто как-то ни о них не рассказываю. Оттуда я решила, а почему бы ей не поделиться? Давайте посекретничаем. Так вот, я приехала к ней с этим шарфом. И думаю, ну вот как у нас в России? Ты приходишь к подружке, привозишь шарф. Она открывает дверь, говорит, пойдем внутрь, ребята, попьем чаю. Правда? Ну, норм, да? Это не то, что ты открыла дверь и никого не пускаешь. Прости, господи. Я прихожу к ней, она открывает вот так дверь, выглядывает из-за нее. То есть, она-то меня не приглашала домой. Это я ей написала, что я заеду в два часа, потому что мне это удобно. А ей это никак в ее планы это не входило. Она открывает дверь и меня даже не позвала на чай. Я думаю, вот сволочь, думаю я, что это за подруга такая? Нет, это абсолютно нормально для английского менталитета. Если вас не звали в гости, вам двери не откроют. Ну, реально нужно приглашение. Причем приглашение может прийти так. Они могут сказать, давай встретимся на бранч. Это там поздний ланч. А могут сказать, давай на tea. Это английский чай. Вот сейчас мы поговорим об английском чае. Кстати, в новом курсе «Акварель с английским акцентом» будет модуль по чаю под традицией чаепития. Может быть, я там как раз и сделаю лекцию, именно посвященную чаепитию и что это такое. Но давайте просто чуть-чуть коснемся этой темы. Английский чай – это вообще не чай. Вообще не чай. То есть, у этого значение «чай» в Англии имеет, наверное, штук пять или шесть значений. Это может быть чашечка чая, но это может быть и ужин. А это может быть и очень высокий прием с шампанским и всем остальным. Типа бутерброды с огурцом. Помните, я вам как-то рассказывала, что меня убило, что англичане едят хлеб с огурцом. И это считается бутербродом. Нормально. Это тоже нормально. То есть, когда вас пригласили на чай, смотря, конечно, кто. Если королева, то, скорее всего, это будет чай, которому предшествует шампанское. Потом, может быть, прям полный эндетель. То есть, это реально полдня событий этот чай. А если, друзья, это может быть как чай до ужина. Пять часов до ужина, потому что ужин чуть попозже. И это с бутербродами или с конс. С конс – это такие булочки, которые очень легко делятся на два. Блин, надо было мне купить. И сегодня вам это вот тут показать, вас подразнить этим скунсом. К этим скунс, как мы здесь с моей подружкой их называем, скунс. Это такие из добного теста, как куличи маленькие, с такими штучками. Вы открываете этот хлеб, и дальше вам к нему дают крем. Это взбитые сливки, такие, знаете, прям взбитые, как в масло. И джем. Обычно это клубничный джем. Но это может быть и малиновый, и черничный, и черносмородиванный. В общем, дальше идет опять small talk. Это один из тех самых talk, который каждый раз случается за столом у англичан. Вот вам приносят скунс. И тут все, весь стол начинают обсуждать одну тему. Это как правильно намазывать на эти скунс сливки или джем. Или джем, а потом сливки. Короче, в каком порядке намазывать эту нездоровую еду. И все об этом будут говорить. К этому же small talk относится чай, а потом молоко. И молоко, и потом чай. Вот если вы завариваете чай, что вы нальете? Сначала молоко, а потом кипяток с чаем? Ну, то есть чай-пакетик в молоко. Или наоборот? Мне кажется, надо молоко потом доливать. Потому что ты видишь, сколько молока ты добавил. И насколько ты хочешь разбавить чай, сделать крепким молоком. Или разбавить молоком. Но есть разные теории. И разные части Англии, север и юг делают это по-разному. А страна-то вообще ни о чем. И все равно у каждого свои традиции. Тут же про чай я начала, про сконс начала. Сейчас я ему хотела сказать про... А, про чай. Еще одну штуку вспомнила. Это был очень смешной случай. Когда мы переехали, буквально первый год, я собирала друзей со всех, с кем я познакомилась. К себе домой. На какую-то вечеринку. И дети были дома. Это был выходной день. Дети пришли из школы. И я говорю, дети, вы будете серв, так как бы обслуживать всех гостей. Ну, дети у меня очень как бы нормально с этим. Там будут ходить, разносить канапе. Это вообще не проблема. Они вот прям будут. И это, кстати, принято. Принято в семьях. Причем, неважно, где ваш ребенок, может быть, в Оксфорде учится, но он приедет и будет обслуживать всех гостей мамы и папы, разносить канапе и наливать всем шампанское. Это вообще без разговора. Даже в самых таких пош-семьях. Кстати, пош-это тоже означение такое как бы элитное, привилегированное, вот так скажем. И это здесь нормально. И вот я встречаю гостей. Они входят. А я на кухню говорю, Полина, прими гостей. Они спрашивают, нам снимать обувь? Они спрашивают по лай. Но на самом деле в Англии никто никогда не снимает обувь. И Полина такая, она не знает, что отвезти. А мы только из Москвы приехали. Они говорят, у нас дома чисто. Мы снимаем обувь. А здесь дамы подбирают обувь под платье. Или, не знаю, сапоги под платье или что-то. Здесь не принято снимать обувь. Когда вы приходите в гости, чаще всего никто не снимает обувь. Как вам такая традиция? У меня это сначала немножечко так странно. Я понимаю, что здесь на улицах чисто и моют улицы с мылом. Но для меня как-то ходьба по дому в ботинках, это очень странно. Не в ботинках, но, понятное дело, мужчины в ботинках, а женщины в туфлях и сапогах. Но никто не снимет обувь. Образ вместе все смотрится. Не принято просить снять обувь. И после этого Полина обходит всех гостей и говорит, вам какой чай? Ну, кто-то говорит, мне зеленый, мне черный, мне, там, не знаю, с Эль Грей. А кто-то берет и говорит, а мне белый. Говорит, can I have white tea? И Полина бежит ко мне на кухню и говорит, мама, какой ужас, у нас есть все чаи, кроме белого. Меня кто-то попросил белый чай. Так вот, попробуйте догадаться, что такое для англичан белый чай. Что такое белый чай? Что они называют white tea? Я об этом не знала, а я училась в спецшколе. Понимаете? Тоже вот это так смешно, что нас учат сложнейшие грамматики, каким-то, там, не знаю, геополитическим штукам. Но мы не знаем самых простых штук. Кипяток. Нет, white tea не кипяток. Нет. Если они хотят горячей воды, они скажут, hot water with lemon, там, они могут сказать. Нет, не кипяток, не кипяток. Нет, девчонки, не кипяток. И вы тоже можете на это попасться с англичанами. Что такое white tea? Классно. Да, нет, нет, точно, точно, это чай с молоком. Два правильных ответа. Вижу, Лизочка написала. Да. Да, да, да. Да. Это с молоком. Чай с молоком называют white tea. То есть, они могут сказать, can I have white tea? Это значит, что обычный черный чай. А есть такой в коробках. Согласна с тобой. Есть такой в коробках white tea. Я его тоже покупала. Но то, что называют англичане white tea, это просто чай с молоком. Есть еще выражение builder's tea. Это самый обычный чай без добавок. Довольно крепкий. Крепкий черный чай. Они называют builder's tea. Как бы чай, который пьют на стройках. У нас все иностранцы, живущие в России, признают, что домашняя обувь гораздо удобнее, чем молечная. И себе дома заводят привычку переобуться. Правильно. Даже я их к этому приучаю здесь потихонечку. Нормально. Ну, понимаете, у меня, например, собака. Она, конечно, тоже не переобувается. Бублик, ты слышал про тебя? Но это правда. Не знаю, почему дети довольно делают всегда полы, что их легко там вымыть или пропылесосить. Но если вы приглашаете гостей, будьте уверены, что никто из ваших гостей не снимет обувь. Итак, еще я вам хотела рассказать, что англичане безумны. У нас осталось еще 10 минут. Я успею? Наверное, успею. Про домашних животных. Реально. Домашних животных здесь любят больше, чем детей. Дети, простите. Мне кажется, я становлюсь англичанкой. Кошки и собаки важнее детей. Детей должно быть... Не должно быть... Нет, не должно быть слышно, но должно быть видно, как говорят англичане. То есть дети должны только привлекать своими успехами. Но не маячить на горизонте. У собачки есть своя мисочка, своя комната, свой диванчик, свое креслице. Знаете, сколько по статистике англичане тратят на своих животных 1,7 миллиарда в год только на корм? А уж я не говорю о стоимости ветеринаров. Мне кажется, что ветеринары здесь зарабатывают больше всего. Потому что каждая болячка, походка к ветеринару, это вообще хуже ничего не представить. Это очень-очень дорого. Поэтому надо сказать, что действительно англичане сумасшедшие по поводу животных, все, что связано с индустрией животных, кофточки, ветеринарки, всякие штуки для собачек и вообще. Все все это любят. Есть детские сады для собак, фермы для собак, куда вас заберут, вашу собаку погулять. Если вы на работе, даже может прийти кто-то, кто выгуляет вашу собаку. Это все отдельно. Деньги стоят, но это стоит. Есть даже собачьи школы. Я водила своего. Моя мама очень смеялась, когда я забила эту собаку. Точнее, мои дети решили завести эту собаку. И, кстати, мой сын заплатил за него, за этого щенка. Но, когда он его купил, мне все сказали, а теперь ты должна отдать его в школу. И, ну, блин, ё-моё, у меня двое детей в частной школе. А что собачка не пойдет? И я ему тоже нашла частную школу, куда он ходил раз в неделю на занятия. Хорошо, что у меня не слышали. Короче, мы приходили в эту школу, там были дрессировщики этих собак, другие собаки, владельцы. Их там учили социализироваться, выполнять команды, слушаться. Но самое главное, там тренировали хозяев. Хозяин должен был знать экзамен, не только собака. То есть, тебе там задавали какие-то вопросы, а-ля, в чем нуждается собака каждый день. Ты должен сказать, там был вода и корм, ну, грубо говоря, и погулять. То есть, тогда они знали, что ты достоин держать питомца дома. Ну, в общем, это действительно меня очень веселило. И мы приходили, там были всякие доги. То есть, вы заходите в комнату, а там, ну, не знаю, 25 собак и хозяев. Там, да, все это крутится, вертится. И я такая с этим щенком. И им всем по 6, там, 6, 5, 7 до года. От полугода до года эти собаки в этой школе. И мы заходим, там такие бульдоги. И мой, мой вот этот королевиш, королевишная собака прыг мне на ручки и сидел весь урок у меня. То есть, я сяду, он на меня. И у меня мама еще смеялась. Она говорит, Даша, ну, все собаки, как собаки, твой сидит у тебя на ручках весь урок. В общем, он был очень скромненький. Быстро выполняет свою собаку, свою команду и прыгал мне на руки обратно. То есть, ему вот это все нюханье с собаками и вот эти вот выяснения отношений его меньше всего и волновали. Сколько детей принято иметь в английских семьях? Это классный вопрос. Я должна сказать, что семьи здесь довольно большие. Редко, когда один ребенок. Очень редко. Даже в частных школах. И есть трое детей. И редко бывает по одному. Редко. Или когда поздно заводят ребенка, например, уже после карьеры. Потому что здесь не принято заводить детей рано. Когда я говорю, что у меня двое детей и им столько лет, на меня все смотрят и говорят, ты что, была ребенком, когда ты их родила? Здесь это не принято. Не принято рожать в 20 лет. И даже в 25. Не принято. А семья должна появиться намного позже, когда ты уже сделал карьеру и реализовался в своих, как бы, сделал это возможно. Может быть, потому что ребенок это довольно дорого. Может быть, потому что считается, что женщина должна, ну, как-то реализоваться сначала, чем просто быть мамой. Просто быть мамой, это вообще, наверное, не то, что не круто, но это такое, а что ты делаешь из этого? Потому что все понимают, что дети вырастут, и кто ты после того, как дети выросли? Мама не профессия. Вот, поэтому все заводят семьи поздно, и даже родить можно и после 30, я помню, это у нас считалась старородящая мать. И даже после 40, многие занимаются карьерой и откладывают это на потом. Так что, да, детей должно быть, ну, как минимум двое в семье. Ну, у многих у кого и по трое, мало у кого по одному. Дальше. Я вам хотела рассказать, что англичане, кроме об их вежливости. Давайте, например, на дорогах. Так, у меня пять минут, я попытаюсь... Про что я должна рассказать-то? У меня еще столько всего. Ну, ладно, давайте хотя бы про вежливость успеем поговорить. Что такое вежливость для англичан? Англичане обожают очереди. Они никогда не пролезут вперед. Они встанут в конец хвоста и будут терпеливо ждать. Мы даже смеялись, что если где-то очередь, то это очередь из англичан. Они даже сами о себе так смеются. Если вы увидите очередь, то, скорее всего, эту очередь создали англичане. Они очень любят выстраиваться в порядок и никогда не обгонять. И это относится, кстати, к вождению. Я когда сюда переехала из Москвы, с моей манерой вождения, вот проскочить, я здесь, конечно, наталкивалась. Мне говорили, Даш, ты что вообще, что это такое? И несколько раз я попадала в ситуацию, когда я хотела обогнать и встроиться в ряд. И вот если вы ездите по Европе, вы можете заметить, англичан это особенно, что если вы обгоняете ряд, и вам надо встроиться в ваш ряд, они вас не пропустят, потому что они знают, что вы проехали, обгоняете всю очередь, чтобы встать впереди. Вам не даст никто места. И вас заставят ехать до следующего джанкшена, чтобы разворачиваться и делать весь этот путь заново. И вот один раз, когда со мной так поступили, после этого я перестала заниматься такой ездой. Перестала так ездить. Потому что надо уважать права и время других людей и нефига лезть без очереди. Здесь, вот как в Москве, московский стиль вождения здесь вообще не зайдет ни капельки. Но я отучалась от этого. Даже мой бойфрент, он говорит, блин, ну ты гоняешь вообще на глаз. Но я отучилась от этого. Заняла какое-то время, но отучилась. Кроме этого, давайте поговорим о клубах. Конечно же, англичане известны своей приверженностью к клубным системам. Клубы могут быть по интересам, спортивные, книжные, да любые другие клубы. Лишь бы был клуб, лишь бы создать. Может быть, даже клуб выпускников какой-то частной школы. Там с каким-то названием клуб выпускников университета. И это очень важно. У меня дети закончили частную школу. И эта школа проводит, у них есть клуб. И раз в году они собираются. Для школы это раз в году. Для того, чтобы контакты. Как говорят англичане, отдать ребенка в хорошую школу. Это погрузить его в правильную среду. И дать ему правильные контакты. Как для работы, обучения. Ну, в общем, для всего. И это действительно так. Например, сейчас быстро отступлю от темы. В первой школе, в которой учился мой сын. Он учился в одном классе с принцем испанской королевы. С которым он все время дрался. Бесконечно из-за теннисных мячей. И говорил, что мама, мне нужен Spain Remover. Я готов объявить войну Испании. То есть, он все время хотел воевать с Испанией. И я ему говорила, боже мой, видимо, дипломатом ты не станешь. Да, дипломатом он не стал. Он стал спортсменом. Но смысл был в том, что все равны. И, кстати, когда испанская королева приезжала на родительские собрания. А она приезжала на родительские собрания. Вокруг школы не было заборов охраны. Королевская семья в школе. Все как обычно. Родительские собрания. Никаких других этих. Или, например, службы в церкви. И никаких исключений для королевской испанской семьи не было. Они приходили наравне со всеми другими родителями. Так, рассказала... А, ну да, книжные клубы. Книжные клубы бывают разные. Книжные клубы некоторые есть, в которые очень сложно попасть. И чаще всего в клуб вы можете попасть только по приглашению. То есть, по рекомендации. Вы должны знать кого-то, кто порекомендует вас, для того, чтобы вы вступили в этот клуб. Просто так не выступить нельзя. Это не то, что нажал кнопку join. Нет, так не работает. Вас должен кто-то знать, порекомендовать. Вы должны как бы быть хорошим фит-ин. И это относится не только к книжным клубам, но и к некоторым спортивным, теннисным, не знаю, там, гольф-клубам, в котором, например, я играю в гольф-клубе. И join-in fee, и рекомендации. Этого часто история. Чтобы вступить в клуб, надо, чтобы кто-то, один из членов этого клуба, дал вам рекомендацию для того, чтобы, окей, вы можете стать членом нашего клуба. В одном из клубов, вот здесь недалеко, я в нем только играю, я там не член, но мы играем против них соревнования. И я знаю, что у них есть такая традиция. Если женщина хочет вступить в их клуб, они вешают ее имя на такой доске в их комнате. Их комната, ladies room, это такая, ну, как раздевалка, но там не только раздевалка, это может стоять кофемашина, массажные кресла. То есть это их лаунж, где женщины после гольфа могут общаться. И они вешают имя этой женщины на стену. И если кто-то в течение недели поставит против, мы не хотим ее в нашем клубе, вы никогда не станете членом этого клуба. И у меня так одну знакомую оттуда развернули. Она очень хотела стать там членом. Ее пригласили на игру вместе с другими участницами этого клуба. Она сыграла, она понравилась, она американка, кстати. И ее имя было на board повешенное. И кто-то взял, какая-то сделала. И напротив ее имя не поставило, что я против, чтобы она стала членом нашего клуба. И все, ей отказали. Этого достаточно. То есть есть и такие клубы. Есть клубы, где вы будете ждать членства несколько лет. О, классную историю вам расскажу, пока вспомнила. Вообще у меня еще много чего. Ну ладно, уже последнюю и заканчиваем. Уже почти час я в эфире. Расскажу вам историю про то, как семья пыталась войти в один клуб и ждала три года приглашения. Их порекомендовали. Три члена надо было, чтобы за вас написали письмо. За них написали муж и жена. Им это было там по 40 лет, 40-44. Не помню точно. Это было несколько лет назад. И ей сказали, мы должны сыграть с вами игру. Она пришла сыграть с игру. Но за игру они понимают манеры, как человек говорит, то есть пообщаться. А потом они говорят, we would like to have a dinner at your place. То есть они прям себя сами пригласили к ней на ужин. Представляете? То есть они говорят, а теперь ты нас должна дома принять. Я думаю, ну нифига себе, вот офигеть. Они просто придут к ней домой посмотреть, как она живет, чтобы понять, if she fits in. То есть как бы, и если она в эту среду впишется, вот впишется, хорошее слово. Если она впишется в их клуб, они пришли, блин, к ней на ужин. Она говорит, Даша, блин, кинь. А ей на тебе 42 года, она работает. Она говорит, Даша, блин, кинь, я там должна была им готовить. Сервировать стол, поставить букет, там, заказать то, сделать то, там. В общем, она полностью, там, дом подготовила под прием, провела этот прием. Это только что, поступить в этот клуб с каким-то этим и накрыть столом. Окей. И все сидят, смолтокс, о том, о сем, о пятом, о десятом. Проходит ужин. Они благодарят, посмотрели, чем она их накормила, какие у нее манеры, где она живет. Ну, в общем, клуб номер один в Англии – это, скажем так, клуб номер один. Ладно, дадим вам такую бабулашку, но хотя это мега-снобиш. В любом случае, они уехали, и потом они ей пишут официальное письмо и говорят, она ее зовут, что То есть, они ей предложили место, а мужу нет. А они тогда вступали как семейные пары, family couple. И она такая, мне дают место, а мы ему, типа, там, Джону Полу, не помню, как его звали, не дают места. И я такая со своим этим все заранее забраться. Я говорю, ну, блин, я бы вообще не вступила. Это что такое? Значит, что муж твой должен выходные привезти тебя в клуб, высадить на стоянке, на парковке, как шофер и уехать, потому что он не член клуба, он не имеет права играть там. Это какой-то, ну, блин, это вообще за грани добра и зла. Она говорит, мы ждали это место пять лет. Пять лет были в очереди на этот клуб. И когда они мне предложили, я говорю, Аня, ну, вот правда, ну, какого фига ты сюда вступила? Это снобизм. То есть, ее мужу пришлось join another club. Вот это я вообще, вот это я вот прям против. И потом мы играли в этом клубе. Я капитан команды в регионе. И у нас был дро. Мы попали в таблицу против этого клуба. А я знаю, что они такие немножко снобы. И не дают practice round, не дают тренировочный раунд. Прям вот не дают, чтобы вы не могли их в поле сыграть. То есть, как бы, придите, играйте вслепую. Вот никогда не играли и пробуйте. И я против этого начала кампанию. Я написала в каунте, написала в регион, что это не спортивное отношение. Это преимущество на их поле. И если они, типа, не хотят давать другим игрокам шанс практиковаться и посмотреть их поле, они не должны участвовать в этом соревновании. И их капитан так и меня обиделась. А я была записана там на соревнование через три недели. И вот я знаю, что я должна играть, но я знаю, что я как бы обидела их капитанушу. Как бы задела ее вот эти чувства. И она мне... Кто-то позвонил мне, она, а члены этого клуба. И сказали, Даша, мы не хотим расстраивать нашего капитана, но нам кажется, что тебе лучше не приходить и не играть на нашем поле это соревнование. То есть они реально меня... Из-за того, что я против их правил пошла. Против клуба, против традиций. То есть если вы возникаете против традиций, вот именно этих староанглийских, а это клуб номер один, они себя чувствуют элитно, привилегированно. И если вы, как я, raise your voice against it, то все, кирдык. И, конечно, я не пошла туда играть. Я думаю, блин, ну пошли к черту. Я все равно, я знаю, что я сыграю в другом месте, и все равно в каунте мой рэнкинг от этого не упадет. Но я высказалась о том, что я считаю, что это не равноправие, это не спортивное поведение и все такое. Этим я их обидела. И вот я выучила свой урок, что иногда можно промолчать. Но я овен, такой огненный знак. Я вот что думаю, то и говорю. И, кстати, никогда обычно об этом не жалею. Но в том случае, это был именно тот случай, когда я выучила свой урок, что англичане не только создадут эти традиции, они еще вот такую книгу об этих традициях напишут. Правила обо всем. Как вести себя где, какой этикет, и как это все должно быть. Это все документировано и обычно в правилах. И это будет касаться всего. Рейсинг, охоты, скачек, свадеб, королевских приемов и всего остального. Просто любят люди этим заниматься. И надо или ты играешь в эти игры, или не играешь. Тут не надо их пытаться сломать. Хотя общество, конечно, потихонечку меняется, и все это становится более толерантно, менее жестко. То есть еще до недавнего времени были клубы, куда, например, нельзя было входить женщинам. Сейчас таких уже очень мало. Поэтому вот такая история. Напишите, пожалуйста, поставьте сердечко или пришлите мне какой-то комментарий. Если вам понравился мой рассказ, если вам было интересно, а может быть что-то вас поразило и удивило, тогда я буду знать, о чем мне писать и делиться дальше. Буду видеть как бы рейндж ваших интересов. Я надеюсь, это как-то немножко открыло двери в английские традиции. Вы получили такой небольшой привкус их. И я не могу сказать, что они напрягают. Меня они вообще не напрягают. Спасибо. Меня не напрягают. Я думала, что меня будут напрягать. Но на самом деле я такой сводобидовый человек за справедливость вечную. Мне главное, чтобы все было честно. Но большинство традиций действительно честно. Все по-честному. Какая интересная встреча. Спасибо. Хранить традиции, как по мне, это верно. Сохраняется идентификация наций. Правда, они так себя немножечко идентифицируют от других. И это делает их оригинальными. Они при этом задают очень такой тренд во всем. Я согласна. При том, что самое интересное, знаешь, вот ты написала классный комментарий. Спасибо большое. Я рада, что вам понравилось. Я хочу сказать, что Англия – это единственная нация, у которой нет национального костюма и национальной песни. Вот так. Подумайте об этом. Это настолько была имперская страна, что она забыла создать свой личный национальный костюм. Например, у шотландцев он есть. Англичан нет. Но зато здесь есть цветы, которые обозначают каждый регион Англии. Но это, наверное, уже отдельный эфир про символы Великобритании. Может быть, у меня будет время вам об этом рассказать. Но уж точно об этом я расскажу на своем новом курсе «Акварель с английским акцентом». Потому что у меня есть чем поделиться. Я хочу рассказать вам, что такое английский юмор, как они смотрят на мир и как они его видят. И, может быть, поменять или просто открыть вам какие-то новые грани. Вот. Никого я не хочу убеждать, что есть хорошо или что плохо. Я хочу вам показать, что мир, он шире, он многограннее, он интереснее. И действительно расширяет наши границы сознания. И, ну, не только сознание. Для художника это очень важно. Спасибо вам большое за приятные комментарии. Надо продолжать. Ты опоздала на начало? Ну, тогда посмотри в записи. В Англии очень стильное метро. В Англии классное метро. Очень удобное. Но оно уже не со старными кожаными сиденьями. Оно уже удобное такое. Один вагон. Знаешь, когда один поезд, один вагон. Но это еще на отдельную лекцию про транспорт в Великобритании. Это отдельная история про то, как люди любят здесь передвигаться. Смотрите в записи, если опоздали. Хочу продолжение. Если хочешь продолжение, пожалуйста, напиши про что. Я с удовольствием поделюсь. Очень интересно. Спасибо, Ленчик. Спасибо. Если будет возможность, у вас рассказывайте. Ждем с нетерпением. О, как интересно. Я вот, например, думала, живу здесь. Что об этом рассказывать? Все очевидно. А когда я начинаю с кем-то, говорю, Даша, почему ты про это не рассказываешь? Это так интересно. И про клубы, и про все. Рассказывай все-все-все. Ну, я буду стараться. Может быть, в следующий раз у меня есть идея. Я сделаю опрос обязательно в сториз. Я хочу немножечко уходить в культуру и рассказать вам про современных английских художников и про то, как сформировалось течение в Англии в 70-х годах нового искусства. Вот то, которое мы как раз с вами меньше всего понимаем. Но я обязательно проведу опрос в сториз. Если это интересно моим подписчикам, я буду об этом рассказывать. Кто такой Саачи? Что такая культура инсталляций? Как их считывать? Откуда они пришли? Почему они пришли? Что им дало развиться? И на самом деле, что вытащило экономику страны из жуткого кризиса 70-х, 80-х годов? Кто стал двигателем прогресса? Какое искусство? И вот эта тема мне очень просто интересна. Я сама ее очень люблю и в ней живу, купаюсь, копаюсь и изучаю. Мне бы очень хотелось делиться этим с вами, потому что я думаю, это то. К сожалению, даже мне, которая училась в институте в Москве, было это вообще не дано и закрыто. И только здесь я смогла углубиться, изучить, погрузиться в эту тему и действительно ее понять. И думаю, что это очень важно нести дальше. Я вас обнимаю. Спасибо вам за ваши сердечки, за ваше внимание и время. Хорошего вам вечера. Всем, кто решит продолжать углубляться в традиции, я жду на акварельном курсе. Мы стартуем уже на следующей неделе. Первый блог будет о материалах. И мы начнем создавать невероятные акварели с английским акцентом. Пока-пока.